В воде и на суше соревновались минувшие выходные спортсмены в Чебоксарах. В столице республики прошли первенство и чемпионат России по акватлону и впервые всемирный городской тур по лазер-рану. О том, кто финишировал первым Ольга Пырочкина и Андрей Шоклев. Давай, Маша, прямо на чип, вот так вот. Первенство России по акватлону. Последние приготовления перед стартом юношей 15-17 лет. Спортсмены смазывают предплечья и щиколотки специальным средством, чтобы было легче снять гидрокостюм после заплыва перед беговой дистанцией. Отдельно время на это не отводится. Дистанция в открытой воде 500 метров. Сразу после заплыва 2,5 километра бега. Четверо лидеров, которые определились еще во время плавания, сохранили свои позиции и на суше. Первым финиширует Михаил Бастраков из Москвы. Волга нас приветствовала не лучшим образом. Было очень холодно. Следующими стартуют юниоры и любители. Во-вторых, свой зачет, но дистанция та же. Валерий Романов занимается этим видом спорта 6 лет. У финиша его ждет семья и друзья. Категория у нас на сегодняшний день идет 50-54. Возглавляю это как любители. Нас ветераны пока не надо записывать. Весил почти 100 килограммов. За 5,5 года я сбросил все 26 килограммов. Для любителей, или вернее всех желающих, в это же время на Чебоксарском заливе у минумента матери-покровительница проходил всемирный городской тур по лазер-рану. Участники по возрастным категориям соревновались в беге и стрельбе из лазерного пистолета. Статус всемирных эти соревнования получили, потому что под эгидой Международного союза современного пятиборья подобные туры проходят в 180 городах мира. Международный союз пятиборья учредил эту серию массовых турниров для того, чтобы популяризовать пятиборья в мире и привлечь детей к занятию пятиборья. И это, судя по всему, сработало. Участница забега для самых маленьких Валерия Игнатьева похвасталась нам сразу двумя медалями и теперь собирается стать спортсменкой. Что понравилось больше всего тебе сегодня? Мне, наверное, понравилось больше всего получение медаль. Что ты пожелаешь городу своему родному? Чтобы он был всегда веселее, добрее, позитивней, чтобы к чему участвовали и приезжали люди. Медаль за участие к юбилею города получили все участники. Какой пришли, знаете, уже нет. Самый последний, но главный участник, как говорится. У нас принимает сегодня в забегах 273 зарегистрированных представителей в возрасте от 9 до 78 лет. С этих соревнований началась волна спортивных праздников к юбилею города. Впереди бои Кубка чемпионов, фестиваль водных видов спорта, парусная регата и многое другое. Подробная афиша на официальном портале столицы. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.